расскажите пожалуйста как как вообще решили переехать в испанию и что что именно в испании вас привлекло во первых спасибо большое карина что позвали я очень рада поделиться опытом если он кому-то поможет вообще поболтать про испанию потому что страну это очень люблю и когда появилась такая возможность сюда переехать мы конечно за эту возможность ухватились всеми руками и ногами и решили попробовать осуществить давнюю мечту мы находимся в валенсии живем здесь уже два с небольшим месяца и этот город не знаю любим всем сердцем и очень рады что у нас здесь все получилось всю зиму мы прям переживали думали искали какие-то варианты и когда мне андрей муж сказал о том что есть такой вариант и можно попробовать что испания начинает выдавать визы которые позволяют людям с удаленным доходом на достаточно продолжительный двух-трехлетний срок получить вид на жительство мы не раздумывая практически не раздумывая практически не раздумывая мы купили билеты и уже 1 марта мы были здесь а 3 марта мы встретились с кариной карина нам все рассказала мы приступили к подготовке документов на самом деле где-то около месяца у нас все это заняло да получается если мы 3 числа встретились еще пока были времена на раздумья я так помню хорошо то консультацию что пришли андрей санной и говорят мы хотим цифрового кочевника а еще тогда практически вот начало марта возможно кто-то и подавал какие-то вас но я даже не помню чтобы были уже положительные решения я знаю насколько это сложно быть первопроходцем я говорю давайте студенческую визу нет карина маленький ребенок говорит а очень сложно да на самом деле со студенческой давайте пробовать цифровых кочевников вот так у нас все и завязалось поэтому 3 числа встретились 27 уже подали хотя нужно должны были чуть-чуть раньше у нас где-то до 20 чуть чуть больше чем 20 дней заняла подготовка самих документов да чуть чуть больше чем 20 дней и более того был такой очень волнительный момент когда буквально за один день до до запроса документов которые мы расценили как потенциальная уже прям близкую возможность одобрения нам этой визы мы уже хотели так нам что-то не одобрять что-то нам не одобрять давайте оформить студенческую визу и мы уже выбрали школу уже готовы были подавать и потом немножко так выдохнули если запрашивать документы да у нас был действительно запрос если же запрашивать документы ну наверное готова все-таки принять и мы решили да действительно противобанк пошли в банк и очень рада замечательно какие вы помните были основные требования или возможно что было тяжелее всего вам собрать из того списка документов которые вот был необходим если хотите сейчас вот его мы тоже уточним давайте начнем с документов на самом деле мне кажется вообще комплект документов достаточно лояльный не громоздкий не страшный то есть если мы по блокам разделим это персональные документы паспорта справки о несудимости медицинские страховки и непосредственно блок документов который касается подтверждения самого факта того что вы работаете удаленно и получаете регулярный доход от этой удаленной деятельности то есть что это может быть это могут быть договоры могут быть что фактуры выполненных работ и соответственно банковские выписки которые подтверждают движение денежных средств в принципе все то есть если вы действительно эту деятельность осуществляете подтвердить нужно только сам факт получения денег и удаленность этой работы то есть сам факт мы готовили еще в дополнение к этим документам выпустительную записку чтобы уже совсем тому человеку там иммиграционному офицеру или чиновнику было понятно чем занимается мой муж какой вид работы он осуществляет каким образом осуществляется посредством каких информационных ресурсов осуществляется взаимодействие с клиентами все и этого было достаточно и насколько мне сейчас известно в принципе достаточно лояльно на многие кейсы чиновники смотрят поэтому я бы наверное да разделил что-то персональные документы и документ касающийся непосредственно работ то есть если человек не работает вот это все реально так подтвердить мне кажется будет достаточно сложно если он хочет обмануть систему обмануть систему прям мы не рассказываем сегодня как обмануть систему да потому что самое большое подтверждение это акты выполненных работ и полученные деньги от именно от этого контрагента это основное и как плюс возможность прикрепить к себе жену и несовершеннолетнего ребенка тип виза цифрового кочевника позволяет в полном объеме и он конечно задуман для как раз для взрослых людей которые переезжают с работой которые переезжают с каким-то бэкграундом он уже и существует и визы из ее юридической вообще составляющей конечно следует что с детьми гораздо легче комфортнее и не нужно совершенно придумывать как там прицепить ребенка который младше 18 лет или сколько там можно минимальный возраст когда в школе можно получить этот документ о том что здесь тоже начинает учиться там около 12 что такое конечно это для семей с маленькими детьми это просто прекрасный вариант да то есть по по несовершеннолетнему ребенку мы крик мы прикрепляли столько свидетельства о рождении медицинскую страховку и и все и скан паспорта это все что мы прикрепляли его ребенку как проходил процесс подачи для вас были ли какие-то сложности не вот при подаче карель вы нам помогали непосредственно подачу осуществлять подачи когда все документы сформированы осуществляется полностью электронно и карина как раз загружал документы которые у нас уже были отдельно выгружены внешний диск отслеживала до запросы какие-то вот эти вот сложные моменты был у нас один до запрос документов которых в принципе тоже был достаточно адекватным я не отмечала бы никаких сложностей потому что повторюсь весь и список документов и процедура подачи и сроки самое главное которые заявлены и соблюдаются новниками они соблюдаются более чем поэтому мне кажется что сейчас вот вот весь этот процесс все с тем что визы новая все с тем что наверняка есть какие-то экономические обоснования у самих чиновников которые эту визу сейчас одобряют и они заинтересованы в том чтобы люди эти визы получали мне кажется что это очень удобный и очень адекватный вариант для ну и с точки зрения процесса с точки зрения комплекта документов никаких сложностей даже придумать не могу да наверное благодаря вам кстати что мне кажется как преимущество подходит для основного пакета документов подходит технический перевод то есть не присяжный присяжный перевод стоит достаточно дорого и он нам был необходим только на справку о несудимости выписку из банка также можно было сделать техническим или присяжным поэтому основной пакет документов такие как рабочие контракты письмо разрешение дистанционной работы мы переводили технически но у меня кажется мы еще присяжный перевод делали на справку не горю бурен средства рождение да 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 и сидел ска рождения вот такие вот документы такие очень государственные также государственным можно было бы надо например на документ об открытии компании я тоже советую делать присяжным переводом хоть или отдать вот профессионалу чтобы сделали технически здесь правильно карина говорит о том что присяжные документы присяжный перевод делается для документов которые несут такую государственную значимую ценность на есть там человек родился вступил в брак там что у него нет судимости то есть вот какие такие моменты подтверждаются а договоры и все что касается коммерческой деятельности мы можем действительно делали технический перевод технический перевод это перевод который не заверен человеком на это уполномоченным скажем так в общем конечно висела надо мной вот это вот дата подачи да и конечно приходилось немножко по ночам переводить ничего я в принципе это достаточно нормальная история потому что сейчас можно сверяться сверяться по переводу с разного рода сайтами приложениями так далее которые помогают переводить я знаю в чатах telegram тоже еще иногда пишет а как правильно вот это перевести это да это да потому что не всегда даже очень хорошие переводчики которыми в том числе которым я пользуюсь не всегда они переводят вот какие-то нюансные вещи правильно и мы даже с кариной тоже консультировались потому что там одно и то же одно и то же фразу одно и то же слово можно перевести в принципе так и так но человеку который здесь живет будет понятнее и будет ближе там вот такой перевод я помню что у меня прям было несколько итераций когда нужно было заменять вот на протяжении там нескольких документов одну и ту же фразу я так держим себя в руках и третий раз подряд мы заменяем уже это выражение ну и соответственно ты проверяешь потому что у тебя это должно быть согласовано там по родам по числам и так далее что где там не может быть какой-нибудь там стул женского рода но я так сейчас очень абстрактно говорю да но соответственно ты там стараешься это проверить перепроверить но это возможно и есть ресурсы где можно в принципе и с очень базовым знанием языка то есть как это можно делать даже если совсем нулевой уровень можно воспользоваться этим ресурсом и потом ну прочитать на адекватности понять что у тебя действительно там все нормально согласовано все красиво выровнять все красиво отредактировать и но это хардкор такой вариант мы никого не заставляем делать это самостоятельно есть ребята которые это делают но вот она просто еще тренировала свой испанский как вы сказали это очень затратная статья однозначно только на дискорда на присяжный перевод сколько ушло если бы еще была на технический это конечно другая другая совсем другая статья у нас артем спрашивает спасибо какая сейчас статистика отказов и положительных решений у нас только положительные а в интернете сейчас какие я только знаю только положительным нет и знаю и один отрицательный кейс тоже вот в интернете я делаю кейс вообще ничего сказать не могу мне нет никакой статистики я знаю что в принципе где я по каким-то чатам служил очень мало их читаю и стараюсь как бы себя от этого оградить но мне кажется что сейчас ввиду того что сам сама процедура новая сама виза новая и вот у меня у моей семьи перед глазами такой опыт что если процедура новая она в начале очень гладко и очень спор и идет скажем так как только набирается какой-то критическая масса ажат как только начинается ажиотаж это но как бы представьте это как пробка да вот если вы едете где-то там по большой дороге и выжать и за город у вас начинается маленькой шоссе если у вас 20000 машин которые съезжаются в одну маленькую дорожку где сидит там один чиновник и пытается все это разгрести это в принципе мы видели весь прошлый год там и например стартап виз сам самая такой распространенный да потому что мы проходили этот же путь по стартап визе по португальской и мы как раз встряли вот в эту пробку скажем так мы сейчас будем фигурально выражаться простряли в эту пробку желающих по стартап визе переехать и до сих пор у нас нет решения по португальской визе я думаю что его уже не будет ухты потому что в принципе нам очень органы перестали выдавать эти разрешения и мне кажется что если вы хотите переехать по намаду сейчас то нужно это делать сейчас потому что я боюсь что через год сложно сейчас какие-то делать прогнозы но вполне возможно что вот это вот тенденция что она может повториться через какое-то время с намадом тоже просто когда уже когда все чаты и все там возможны каналы трубят о том что ребята как легко получить эту визу скоро будет миллион желающих получить эту визу и оказаться в конце этой очереди будет очень грустно поэтому мне кажется пока вот сейчас вот такой момент пока соблюдаются сроки пока это новая процедура пока ну достаточно понятно с адекватным комплектом документов это ну вот нужно вот этим вот воспользоваться воспользоваться это как выезжать на дачу в пять утра в пробке стоять потом когда уже все проснули елена александровна говорит очень рада за вас а на сколько лет такая виза продление потом автоматически ну вот про автоматическое продление не знают карина вы наверно лучше расскажите нам одобрили на три года я знаю есть кейс одобрение на два года то есть в принципе опять же если мы говорим про сроки мне кажется они супер потому что насколько я знаю студенческие визы и популярные визы на украшиво это все годовые уже нужно потом продлевать нужно снова заниматься бюрократической какой-то работой подавать документы и так далее и и соответственно все это все равно дополнительный стресс дополнительные недоспанные ночи недоспанные ночи переводы и так далее и мне кажется что вот два-три года это прекрасный срок тем более что сейчас в европарламенте у нас рассматривается закон проект о том что можно будет через три года вместо пяти текущих пробовать подать на пмж и конечно если это за этот законный проект вообще найдет какое-то отражение в реальных документах это будет большим подарком для всех тех кто успеет попасть конечно успеть попасть первая карта дается на три года и дальше можно продлить визу цифрового кочевника еще на два автоматически продление конечно не будет автоматическим пока списка документов по продлению нет как мне тоже уже кто-то спрашивал а грит а как продлеваться игру еще никто до этого не дожил и поэтому поживем увидим как как сможем продлеваться но уверена смотря на наш уже опыт продление всегда намного легче чем первоначальная подача но вообще я как человек с юридическим бэкграундом я наверное рискну предположить что скорее всего продлением будет тоже исходя из существа вашей деятельности исходя из тех же требований по сумме средств на семью ну то есть финансовые и ну вот документы которые подтверждают вашу деятельность все равно это будет примерно то же самое примерно то же самое да они хотят увидеть что у вас есть средства на существование здесь что вы будете получать деньги и успешно их тратить есть на ваш регулярный доход никуда не делся что вы также работаете что у вас есть такой же стабильный доход в тех рамках которые заданы государством ну и соответственно если все требования выполняются то необходимости вас куда-то выпроваживать и она исчезает и ее нет поэтому продолжаете жить территория страны согласно анна пилипенко пишет в чем преимущество номада перед студенческой но для меня огромный преимущество срок во первых студенческой визы это год и продлевать ее можно потом еще два раза данный второй на третий год по моему нет и я знаю что безумнял студент уже и 5 обезгонечен ну-то учиться в языковой школе и опять же все равно насколько я знаю мы когда вопросом студенческой визы занимались огромным ее минусом было то что нужно посетить не менее 80 процентов учебного материала выучить до посетить 80 процентов занятий и это в среднем а три часа в день где то но если четыре часа мы берем там каждый день пять дней в неделю примерно то три часа для того чтобы вам продлили визу на следующий год это нужно все равно отходить каждый день если вы работаете если у вас есть какие-то там сторонние занятия если у вас есть дети то это практически невозможно вот поэтому для меня конечно срок визы относительная свобода существование внутри этой визы то есть тебе не нужно там четыре часа куда-то ходить потом подтверждает что ты эти 20 часов в неделю отучился до ну и насколько мне известно опять же возможность работы на территории спальнина провернуть не провернуть и тот кто присоединяется ну соответственно у меня есть возможность работы здесь я в принципе могу в том числе рассматривать работу в евросоюзе супруг мы не можем супруг уже работает мы показали что он работает вот заработка присоединяется соответственно тому кто зарабатывает он может в том числе работы это да то тоже то что гуляет по интернету информация вот она получит пластиковую карточку и меня обязательно обрадует я я надеюсь что все будет именно так дальше олег артурович горит реально ли легко получить визу цифрового кочевника говоря там какой-то документ о соцстрахе сложный это правда вы как раз делали этот документ но для тех кто самозанятый оказывается это документы соцстрахе не нужно нужно будет просто подготовить документ вордовский у нас уже такой есть где говорится что я такой-то такой-то обязуюсь после получения вида на жительство после получения виза цифрового кочевника зарегистрироваться как ип в испании автоному и оплачивать налоги здесь а для тех кто работает как наемный сотрудник эту справку из соцстраха действительно нужно есть даже список стран у которых есть соглашение между испании и этой страной что они не будут брать людей двойное налогообложение если этого документа нет тогда здесь возникают сложности потому что я знаю например у нас был кейс у компания была на кипре между кипром и испании нет этого договора и обязательства фирмы где работает человек было такое зарегистрироваться здесь в испании как фирма которая иностранная фирма как иностранная фирма и платить налог за этого сотрудника здесь я пока вижу это нереальным и неисполнимым чтобы большая фирма еще занималась какими-то такими мелкими делами поэтому пока я думаю что будут работать именно спис именно те страны с которыми есть вот это двойное соглашение хорошо и отличаются ли условия получения цифрового кочевника по провинциям насколько знаю нет правило для всех одни и список документов тоже для всех один кстати мы говорим приятные сроки приятные сроки сейчас сроки рассмотрения цифров кочевника где-то 21-25 дней вот вот такой срок я помню исходя из практики или на мелья спрашивает расскажите подробнее пожалуйста как присоединить жену и детей у меня муж зарабатывает около двух с половиной тысяч евро можно ли получить такую визу на всех нас у нас двое детей три года и девять лет по закону о них есть требование чтобы основной заявитель зарабатывал около двух тысяч пятьсот евро в месяц и на жену то есть на перво присоединившегося девятьсот сорок пять евро ежемесячно и на каждого следующее то есть я подозреваю это о детей как идет речь триста пятнадцать евро в месяц поэтому если вас четверо членов семьи нам нужно прибавлять две пятьсот плюс девятьсот сорок пять плюс тысяча где-то три пятьсот и вот еще шестьсот пятьдесят сколько три три пятьсот шестьдесят пятьдесят четыре тысячи евро поэтому тут чтобы присоединить всех нужно именно достигать этой суммы и желательно если есть такая возможность прикрепить выписку из банков например других желательно в евро или в долларах чтобы с официальный вот иммиграционный сотрудник видел что у вас есть еще сбережения и вот увидел нашу финансовую финансовую возможность мне кажется это важно подтвердить что есть будет есть средства на жизнь однозначно если я работаю сам на себя не до конца понимаю процесс доказательства того что я буду номером возможно я да сказала про ип самозанятого но это у нас был да это у нас был как раз кейс самозанятым то есть у человек есть контрагенты на которые мы работали предоставляем услуги есть определенное соглашение между контрагентом и предоставителем услуг который будет здесь цифровым кочевником и вот как раз на основании этих контрактов и договоров как раз и делали получали визу цифрового кочевника евгений спрашивает очень интересно скажите какие документы нужно переводить у присяжного переводчика а какие можно самим хорошо давайте еще раз расскажем до документ об открытии компании можно делать техническим переводом письмо о разрешении дистанционной работы мы делать техническим рабочий контракт тоже делали техническим а кстати диплом можно тоже насколько знаю сделать техническим переводом или же сразу сделать присяжный на будущее если захотите делать амалагацию мы делали просто резюме мы диплом не прикладывали но вот если это совпадает с если образование совпадает с той областью где вы работаете они как раз хотят что прикрепили диплом или доказали что у вас есть опыт хотя бы 33 года на занимаемой должности резюме тоже технический конечно перевод документ и соцстрахования мы здесь не рисковали мы делали именно присяжный перевод такого документа несудимость обязательно должна быть тоже присяжным переводом выписку из банка я лично рекомендую делать также присяжным но иногда подавали техническим вопросов для этого него не возникало и то что обязательно нужно именно присяжным переводом это свидетельство о браке свидетельство о рождении ребенка все справки о несудимости и мне кажется вот из этого все все остальные документы можно сделать техническим переводом и обязательный счет в испании вы подавались со счетом испании или без нет но подавались счетом испании замечательно у нас были европейские счета и вот было бы здорово да в европейские счета там обычно счет в евро поэтому вот как раз прикладывали эти эти выписки спрашивает это андрей это в основном номады фрилансеры или все же переезжают и устраиваться на работу открывают бизнес как думаете ну разные люди с тех с кем я знакомилась кто-то по стартапу визе пробует пробует переехать кто-то здесь не живет несколько лет по на лук рать его кто-то язык изучает то есть но каждый выбирает вариант переезда под себя как-то его кастомизирует и пробовать здесь уже адаптироваться дальше на устроиться на работу именно по контракту мне кажется здесь очень сложно потому что есть большое налоговое бремя например если сотрудник ты его взял на полный рабочий день оплачиваешь ему зарплату 1200 дополнительно каждый месяц за сотрудника ты еще оплачиваешь социальное страхование около 500 евро это прямо большое налоговое бремя и на работу по контракту обычно берут тех кто прям вот без этого человека грубо говоря ну никуда берут очень ценные кадры потом по работе мне кажется что приехать сюда именно на найти работу сложно возможно все равно нет однозначно есть такая задача если вы понимаете что у вас есть какие-то компетенции которые вы можете рынку предложить и вы находитесь уже например на территории страны потому что понятно очень тяжело и сейчас мало компаний идут действительно там на обеспечение релокации человека но если вы уже находитесь внутри если у вас есть нужный компетенции если у вас есть язык если у вас в принципе все готово для того чтобы выйти на работу я думаю что это просто вопрос времени чтобы эту работу найти кстати очень интересный кейс вот она говорит я вспомнила у меня есть клиент который получил визу высококвалифицированного сотрудника то есть это но это человек уже знает испанский тоже студенческая виза кстати была как запасной аэродром сейчас расскажу как все случилось подавали на высококвалифицированного работника человек прошел где-то около 20 интервью с двумя двадцатью разными фирмами работал но у него очень очень такая специфическая работа до узконаправленная это что-то мне кажется со строительством самолетов но человек высококвалифицированный нашел работу я на самом деле я верю я верю в чудеса но даже когда человек приговорил что вот такой тип визы существует мне казалось что это нереально найти но все получилось человек сейчас работает на испанскую фирму начальник даже запросил наняли специального адвоката чтобы он подал именно документы потому что на самом деле очень узкая такая узкий тип визы и и все прошло как как можно лучше мы тоже подстраховались подали на студенческую визу и представляете у человека две визы то есть и есть высококвалифицированный сотрудник тоже на три года насколько помню и вот студенческая виза но это еще раз заказывать что ухэ это тот орган который занимается цифровыми кочевниками и экстранхирия миграционная служба которая ведет студенческие визы они пока между собой информация не не обменивается и открывать здесь бизнес мне кажется тоже в основном очень сложно открывать здесь и бизнесы и п дорого затратно и тем более всегда идет прогрессивная ставка чем больше зарабатываешь тем больше и кладешь в казну самый большой процент мне кажется это 47 47 процентов то есть это он то есть ты самолета да 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 то ты плачешь 47 но поэтому не наверное они не все хотят какие советы или рекомендации вы можете дать другим людям которые тоже хотят и вот на цифрового кочевника подаваться или просто релацироваться в испании ну для тех кто хочет податься на визу цифрового кочевника мне только один совет что не не волноваться не переживайте как можно быстрее это сделать если вы понимаете что вы соответствуете требованиям и сможете подтвердить свою удаленную работу мне кажется что это прекрасный вариант но для тех кто хочет переехать ну наверно тот же самый совет потому что мы хотели переехать довольно долго сейчас вот это случилось наверное немножко жалеем что мы не сделали этого раньше поэтому если у вас есть такая задача такая мысль такая идея то нужно переезжать точно точно не ну во всяком случае даже если что-то не получится это прекрасный интернациональный культурный опыт вообще жизни в другой стране мне кажется что он все равно дополнительным полезным багажом ляжет ваши сундучки сумочки и будет поддерживать всю жизнь потому что мне кажется что нет ничего нужнее богаче такого такого опыта а нас спасибо большое за эфир что провели это время вместе с нами нам было очень приятно работать работать с вами и продолжать будем продолжать наше общение спасибо за выбор нашей команды и надеемся еще увидимся очень очень много раз и также на прямых эфирах всем успехом пока пока